Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование Феофилакто-Болгарского, часть 7. Толкование на Матфея 26, 51-54. Впрочем, Господь, приучая его к евангельской жизни, дает наставление не употреблять меча, хотя бы из-за Бога, кто думал совершать мщение. Комментарий Игнатия Лапкина. Господь останавливает Петра, несмотря на то, что он взялся за меч для того, чтобы защитить самое великое, самое святое, что может быть в жизни человека, Бога. Читай веру, церковь. Но Христос его останавливает, угрожая и за это возмездие. Иоанн Златоуст, толкуя это место Евангелия от Матфея, говорит, что этими словами Христос запрещает войны, кровопролития, убийства. Но чем дальше, тем церковь все более откровенно благословляла войну. И в 19 веке митрополит Филарет Московский прямо говорит, бей врагов Отечества. Между тем, христиане первых веков, а следовательно и апостолы, относились совсем не так, как современные православные патриоты. Так, во втором веке, перешедший в христианство философ Татьяан считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство. А потому почетный воинский венок считает непристойным для христианина. В том же столетии Афиногор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. В третьем столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим, в кавычках, воинственным народам мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген. Прилагая к христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на плуги, копья на серпы, он совершенно определенно говорит, мы не поднимаем оружие ни против какого народа, мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделали с детьми мира. Отвечая на обвинения Цельсам христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так, по мнению Цельса, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал. Также решительно высказывается и Тертулиан о невозможности христианина быть военным. Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола, говорит он про военную службу. Крепости света и крепости тьмы. Не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Неужели можно упражняться с мечом, когда Господь сказал, что каждый взявшийся за меч от меча и погибнет? И как будет участвовать в сражении Сын Мира? Безумствует мир во взаимном кровопролитии, говорит знаменитый Киприан. И убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке и именуется добродетелью, если делается в массе. Преступникам приобретает безнаказанность умножение ярости. В четвертом веке Лактанций говорит тоже. Не должно быть никакого исключения в заповеди Божией, что убить человека всегда грех. Носить оружие недозволено, ибо их оружие только истина. Если воин идет на войну с желанием убить, то он отлучается наравне с умышленными убийцами на 20 лет. Восьмое правило Василия Великого. Но уже в четвертом веке ситуация меняется коренным образом. Когда христианство стало государственной религией, то церковь оказалась в неудобном положении. Царь без убийства людей не может управлять государством. А отлучая царя от причащения, можно испортить с ним отношения и лишиться покровительства. Поэтому поборникам целомудрия и благочестия, в кавычках, только робко советуется три года не причащаться христовых тайн. Тринадцатое правило Василия Великого. Но и это правило никогда не исполнялось, а воины стали прямо благословляться. Появляются должности полковых священников, а перед бойней служатся молебны. Причем тоже, в кавычках, благочиния соблюдается при войне между собой христианских государств и княжеств. Убийство стало благословенным, если убийца воюет на правильной стороне. Оставалась последняя преграда. Воевать строжайше запрещалось священникам и монахам. 83-е апостольское правило, 12-е правило Первого Вселенского Собора, 7-е правило Четвертого Вселенского Собора. Но со времен преподобного Сергия Радонежского стали говорить, что и монахам можно воевать, в кавычках, за Россию. Потому что он якобы благословил Пересвета и ослябя воевать. Но, во-первых, нет ни одного исторического источника, подтверждающего, что он их благословил воевать. А во-вторых, если он даже и благословил, то он подпадает под анафемы апостольских правил и Вселенских Соборов, не говоря уже о Евангелии. И к 20-му веку православная церковь пришла уже к тому, что стала благословлять, убивать на войне за Родину. Несмотря на то, что ею правит безбожная, людоедская советская власть, уничтожающая христианство. Итак, мы видим, как далеко ушла в этом вопросе православная церковь от Евангелия за 20 столетий. Толкование на Матфея 27.45-49 Пророческое изречение Или-или произносит на еврейском языке с той целью, чтобы показать, что он не противник ветхозаветного писания. Комментарий Игнатия Лапкина Блаженный Феофилакт, чудный истолкователь Библии, постоянно подчеркивает, выделяет всюду слова Иисуса, в которых видится всем верным, что Господь постоянно подчеркивал, что он не противник ветхого завета. Когда Христос говорил о Слове Божьем, о законе, о заповедях, об исследовании Писания, он говорил, имея в виду только Ветхий Завет, первую часть Библии, Иоанна 5.39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Если мы дети Божии, если мы овцы этого небесного пастыря, то должны знать голос Его, голос Священного Писания. Любить Библию более всего на свете. Кто любит Библию, тот не будет тратить время ни на посещение театров и мюзиклов, ни на сидение у телевизоров, ни на чтение безбожных романов, газет и журналов. Но он будет искать общение с Искупителем в молитве и познавать волю Божию, выкраивая свободные минуты для чтения Священной Библии. Псалом 1.1.3 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Царь и пророк, псалмопевец Давид написал самую читаемую в мире книгу, книгу песней, боговдохновенную псалтирь. Первый псалом начинается словами любви к Библии, о том, каким плодоносным делается человек, любящий Библию, и как разнятся от таких боголюбцев те, кто не любит Библию, те, которые проводят время у телевизоров и в пустых разговорах. Псалом 1.4 Не так нечестивые, не так, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли. Так как и в царской России слово Божие не стояло на первом месте, ни в обществе, ни в храмах, а значит не было никогда никакой святой Руси, то Бог и вымел с русской земли 1275 монастырей и 57 тысяч храмов, около 200 тысяч священников и монахов, как прах, возметаемый ветром. Священники не насаждали авторитет Библии и заплатили за это страшную цену их прихожане. Исповедовавшие лжеправославие взялись за вилы, крушили все до мощей и сами пошли в гулаг. Так, Господь говорит, что люди не его оставили, а как бы самих себя. Книга Псалтир начинается привлечением человека к Библии. Настроим его на духовную волну, на связь с Богом. И заканчивается 150-й Псалом полной гармонией Вселенной, соединившейся в хвале Создателю. И даже добавочный 151-й Псалом продолжает издавать благоухания и хвалы через бряцание струн Бога, избранного пастушка Давида. Псалом 151-2 Руки мои сделали орган, персты мои настраивали Псалтирь. Судей 5-3 Слушайте цари, внимайте вельможи, я Господу, я пою бряцаю Господу Богу Израилеву. 1 Параллипомино 16-9 Пойте Ему, бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Притчи 28-9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Господь наш постоянно обращался к Священному Писанию и к этому же приучал своих учеников. Все доказательства Иисуса были из Библии, только из Библии и ниоткуда более, как из Библии. Лука 24-44 И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в Псалмах. Если мы решились дойти до Царства Небесного, то нужно следовать не за чужим голосом, а за голосом Иисуса. Иоанна 10-4-5 И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его, за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Христос непрерывно устанавливал в душах своих последователей авторитет Библии. И это очень точно подметили святые отцы, чьи толкования соединил воедино блаженный Феофилакт. Толкование на Матфея 28-6-20 Сказавшие, что крестить должно во имя Троицы, он преподал нам богословие, а присовокупившие, что должно учить и соблюдать заповеди, показал нам деятельную добродетель. Нет, тогда то особенно и будет пребывать с нами, и при том яснейшим образом, ибо речение «до», где не встречается в Писании, не исключает того, что будет после. Комментарий Игнатия Лапкина Если бы кто-то сказал апостолам, не говорю Христу, что придет такое время, когда называющие себя служителями Христовыми намертво забудут его слова и все богословие сведут к ритуалу, к бряцанию кадилам, к чудесам от икон, к бесконечным, просто безумным канонизациям, предвосхищающим суд Божий, и церковь превратят не в кладбище, а в скотомогильник, то могли ли бы поверить в это служители слова? Если бы сегодня в любой православный храм зашел бы апостол Павел, торсянин, и, постояв хотя бы 10 минут у порога, послушал бы какое-то невнятное бормотание из-за иконостаса, непрерывное движение людей по храму, и увидел бы, чем торгуют и зачем вся эта торговля в храме, то не спросил ли бы он, что за вера исповедуется здесь? Признать то, что есть сегодня за евангельское, не смогут даже при всем желании и сами священники. Если бы апостол зашел бы в крестильные помещения, предварительно побыв среди пришедших креститься, и посмотрел бы, как это совершается, то не спросил ли бы он, во имя какого Бога это происходит? Но признать творимое в крестильнях, где любого пришедшего с улицы, прикоснувшись мокрой ладонью к его голове, объявляют христианином, признать это за евангельское, кто дерзнет на это? Измыслена совершенно новая религия под именем православия. Святые каноны Вселенских соборов и апостольские правила повелевают тщательно проводить катехизацию, оглашать, то есть учить Слову Божию, готовящихся к окрещению не менее трех лет. Слову Божию Человек должен уверовать, принять Христа в свое сердце, как своего спасителя и твердо обещать служить Богу доброй совестью. 1 Петра 3.15 Руками законно рукоположенного и незапрещенного священника должен быть трижды полностью погружен в воду с произнесением соответствующих слов. И все это должно быть совершенно бесплатно. Все три условия сегодня полностью, в кавычках, узаконено, нарушаются. Идет купля-продажа извращенного таинства. Ясно, что Бог, бодрствующий над Словом Своим, без наказания не оставит всех участников этого беззакония. Иеремии 1.12 Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось. Наума 1.3 Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа, облако, пыль от ног Его. Захарии 11.17 Горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Меч на руку Его и на правый глаз Его. Рука Его совершенно иссохнет, и правый глаз Его совершенно потускнеет. Толкование на Марка 1.1.2 Путь означает Новый Завет, а стези Ветхий, как неоднократно нарушаемый иудеями. Комментарий Игнатия Лапкина Интересно было бы посмотреть на священников, которые решились бы проповедовать прямо по Слову Божию. Вообразим, что такое все-таки где-то случится в третьем тысячелетии хотя бы один раз. Батюшка решился бы изъяснять Священное Писание, как блаженный Феофилакт, и дошел бы до этого места, где говорится о Библии, Ветхом и Новом Завете. Не просто говорить об этих путях и стезях, если по ним сам никогда не ходил. Стоит только начать проповедовать прямо по толкованию Феофилакта на это место, и другие его собратья прозовут его Баптистом с такой сектантом. Приходилось не раз встречаться с такой ситуацией, когда за проповедь одного священника остальные ополчаются на него и просят архиерея или убрать его, или запретить. Когда Феофан Затворник со своей огромной ученостью и знанием языков дошел до перевода Симеона Нового Богослова, то перо выпало из его рук. С великой скорбью пишет он об этом, что отложил всей труд и не решился довести его до русской паствы во избежание соблазна. Какого соблазна? Того, что, прочитав этого подвижника, простые люди, если поверят ему, то тотчас же и признают свое неверие и потеряют всякую надежду на спасение. Так пусть уж остается все так, как и есть, и остаются эти стежки-дорожки нехоженными, а пастыри оказались не руководителями и поводырями для слепых, а сами ослепли, не читая Библии. Путь в Царство Небесное Один Святая Библия И так понимали все святые отцы А сегодня на тысячу православных, проходивших всю жизнь в храмы, при всем желании и розыске не обрящешь ни единого, кто знал бы толкование святых отцов в Церкви на Новый Завет. Книги толкования сегодня издаются и продаются свободно, но авторитет их для православных, как и авторитет Библии, на нуле. Все подменили новыми канонизациями, явлениями державных икон, крестными ходами, мироточениями и многим другим, о чем в Библии нет ни единого слова. И значит, пастыри ведут свою паству не по путям и стызям, проложенным Господом, а непроходимыми дебрями, где нога Господа не ступала ни разу. Псалом 118, 113 Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Иеремия 6, 16 Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Толкование на Марка 1, 3, 4 А это проповедь к чему вела? К отпущению грехов, то есть к окрещению Христову, которая заключала уже в себе и отпущение грехов. Комментарий Игнатия Лапкина Сегодня абсолютно везде упор делается на необходимость крещения. Но проходит оно без всякой подготовки. Феофилак же четко показывает, что проповедь ведет и к отпущению грехов, и к окрещению Христову. Толкование на Марка 1, 5, 6 Равным образом народ ел и мед, производимый пчелами, то есть пророками. Но он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и правильным разумением, хотя евреи думали, что они разумеют и постигают Писание. Они имели Писание, как бы некоторый мед, но не трудились над ними и не исследовали их. Комментарий Игнатия Лапкина Эти последние слова блаженного толкователя сказаны прямо о православных, какими они были во все века. Запад не породил и сотой доли ересей, как православный восток. И вся причина только в одном, что не вкушали мед Писание и не трудились над исследованием Библии, не искали ответа прямо от Господа в Слове Божьем. Так в Древнем Израиле Слово Божие было утеряно, и только случайно нашли его сборщики денег глубоко в ящике под слоем мусора. Так и у нас Слово Божие скрыто под человеческими вымыслами, а народ оставлен блуждать и неподготовленным подходить к лжекрещению или совсем уходить в ереси. 2 Паралипоминон 34.14 Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу Закона Господня, данную рукой Моисея. Толкование на Марка 1.14.15 Но на самом деле не одно и то же. Иоанн говорит, покайтесь с тем, чтобы отклонить от грехов, а Христос говорит, покайтесь с тем, чтобы отстали от буквы Закона, почему и присобокупил, веруйте в Евангелие. Ибо тот, кто хочет веровать по Евангелию, уже упразднил Закон. Господь сказывает, что исполнилось время Закона. Досилия говорит, закон был в действии, а отныне настаёт Царствие Божие, жизнь по Евангелию. Комментарий Игнатия Лапкина. Эта фраза «Веровать по Евангелию» есть знамя, единственный девиз детей Божьих во все века Церкви. Кирилл Иерусалимский даже свои архиерейские слова просил свою паству проверять Словом Божьим. «Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте и мне». Эти слова может сказать только тот, кто знает Библию очень и очень хорошо, как отче наш, и паству свою всегда учит по Библии. И овцы на этой злачной пажите могут отличать голос пастыря от голос наемника. За последние полторы тысячи лет, кто из святых в православии произнёс эти слова ещё хотя бы раз. Иоанн Златоуст постоянно подчёркивал необходимость изучения Библии, чтобы быть христианином. Толкование на Марка 1, 29, 31. «Но если слово удержит его за руку и он кротко прострёт её, то прежде палимый гневом начинает служить Слову». Комментарий Игнатия Лапкина. «Каких только способов борьбы с грехом не придумал человек. Путь же указанный Господом Слово Его». Евангелие от Иоанна, 15, 3. «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам». Евреям, 4, 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». 2 Тимофею 3, 16. «Всё Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». «Знание Слова Божие удерживает человека от колебания, совращения, делает его способным исцеляться через Слово». Об этом сказано в Библии не сотни, а тысячи раз. И однако же Библия не пользуется в православии никаким авторитетом, и что ждёт за это пастырей и народ. Толкование на Марка 1, 35-39. «Ибо не должно ограничивать дела учения одним местом, но надобно всюду рассеивать лучи Слова». Комментарий Игнатия Лапкина. «Наши рассуждения только из области воображения. Мы можем предположить, и даже с уверенностью, что язык и рука блаженного Феофилакта были движены Духом Святым, и что эти слова должны непременно исполняться ежедневно, вчера и сегодня и до последнего дня. Но на практике мы видим, что православные пастыри с Библии в руках не идут ни в народ, ни на Амвон, и не толкуют Священное Писание, потому что не знают его совсем. Из тех, кто слушает их не евангельские, хотя и редкие проповеди, в дальнейшем будут выходить такие же мертвые пастыри, ибо ученик не выше учителя. Значит, слова, сказанные Феофилактом, исполняем не мы православные. Тогда кто же? Ведь они должны быть непременно выполнены. Отсюда и рождение разных ересей и сект, потому что каждый, чье сердце горит любовью к Господу и к Слову Его, по своему разумению, слабому и греховному, начинают толковать Библию, даже не зная о существовании 19 правила 6 Вселенского Собора, запрещающего толковать Библию вопреки святых отцов. Псалом 118.11 В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. В каком бедственном состоянии находится православная церковь среди бушующего моря, когда погашен светильник, Слово Его, животворящее мертвых? Псалом 118.105 Слово Твое, светильник ноге моей и свет стызе моей. О, если бы слова Феофилакта приняли сегодня как повеление и благословение. Конец седьмой части.